Всем привет народ! Добро пожаловать на новую серию по спарже И в этой серии мы наконец-то займемся расширением, которое все так долго ждали, в том числе и я Как вы видите, спаржи уже нету Спаржу мы перегнали, завел, выгнали без проблем Но, к сожалению, у него настолько уже подох мотор, что он кое-как выехал, завелся опять же И загнался в гараж Помог мне перевезти в машину Коля Записывал опять же в попыхах, потому что, блин, долго ждал места в гараж, точнее, в очередь Проблема, в общем, возникла в том, что у меня очень сильно навернулся мотор Гораздо хуже, чем ожидалось, потому что изначально я подумал, что прокладка, но прокладка тоже Но это пол беды, я чуть-чуть вскипятил мотор и получается, что под замену идет практически вся башка Клапана, вкладышки, направляшки, в общем, все Также пришлось откоксовывать блок с поршневой Но все это, благо, ремонтно пригодно Припарковал я тут спаржу у Сеги в гараже Так что, не знаю, завтра, наверное, уже займется, сегодня поздно Будем делать заднее расширение, как вы поняли, чинить мотор, чтобы он хотя бы лето еще проехал И попутно будет собираться новый мотор на дросселях Конечно же, все вы увидите в дальнейшем Сегодня опять же заказал краску, аспарагус Кое-как нашел Мобихел 305 аспарагус, цвет машины, кто не понял Потому что его уже как бы не производят В этот цвет красили калину И, по-моему, поставщик вообще на Украине Я так понял, потому что в Украине этой краски вообще очень много Вот, ну, в общем, нашел ценник конский 2300 за литр Планирую полностью покрасить морду, решетку, решетки, бампер, крылья Ну, еще и спойлер В этот раз, надеюсь, краски должно хватить Вот стоит руль, его потом ровно поставлю Также тут пакеты одеты, чтобы сидение не зафоршмачить Полностью разобрана задняя часть Сняты дверные карты, снят ковролин полностью весь Также частично шумка снята Оставил паркет, чтобы там, ну, в пневму ничего там не падал Мусор всякий, там, пыль, грязь Чтобы там компрессор это дело не хавал Будет твориться расширение, короче, вот по эту линию кузова, как и передняя часть Будет полностью так же скопировано То есть, будет такое маленькое начало Вот, где-то от середины двери, не знаю Тут будет такая полка И вот она уже пройдет до конца Будет здесь прямая стеночка То есть, не будет никакого там такой полуарочки То есть, будет прямая такая Как, в принципе, было изначально на 11 То есть, вот такого вот повторения такой арочки не будет Будет такая прямая и аккуратная Ширина вот этой вот полки будет, наверное, сантиметров 8-10 Сами видите, да Плюсом она, возможно, будет под небольшим вот таким вот изгибом В любом случае Чтобы было как-то аккуратно и красиво И хоть как-то совпадало с этим Также планируется, возможно, выход Ну, там, внутри будет делаться туннель И вот это расширение металлическое, оно будет съемное Самое, что главное Планируем делать его съемным Потому что, чтобы кузов внутри обработать Арку само обработать И чтобы снять потом с нее матрицу Подождем до завтра Возьму завтра денег И уже будем составлять план работ План, что по материалам уйдет Также, может, кто не в курсе Я планировал установить на 11-ю Карбоновый капот То есть, прям из нормального натурального карбона Это очень дорого Прям очень эксклюзивная вещь То есть, есть кто делает Я даже нашел бувшный, но ценник конский Но, пока еще не до него Также, некоторые элементы салона будут сделаны тоже под карбон Я решил просто взять некоторый пластик В аквапринт посмотрим, как это будет Смотреться По цене, в принципе, недорого выйдет Но, опять же, все увидим Также, чем-то решу зеркалами боковыми По поводу аквапринта Отправил я сейчас в аквапринт вот эту вот панельку Посмотрим, как она будет Сразу скажу, что грень уберется То есть, будет получаться ровная глянцевая поверхность Вот, под карбон Думал, будет выглядеть очень круто Я также отправил вот эту часть Центральный воздуховод Или как его правильно называть Отправил вот эту вот крышку И отправил ручку ручника Посмотрим, как это все дело получится Если будет смотреться круто Как натуральный карбон А не какой-то там эксклюзив Как пленка наклеенный, колхоз То тогда, возможно, я отправлю полностью Весь низ торпеды То есть, получается, бардачок Вот эта часть Вот она вот вся вот идет Полностью Низ панели Кожух Также весь центр То есть, вот эту стеночку Вот этот полностью центр Дверные ручки Вот эти воздуховоды И вот этот пластик То есть, вот это все будет карбоновое То есть, ну как, под карбон И из серого Остается только вот эта вот мягкая часть Стойкие будут уже в алькантаре Также дверные ручки будут в алькантаре О, не в алькантаре В карбоне И вот эти вот, наверное, на хром заменю Чтобы смотрелось, как в аномарках Ручки, может, вы наблюдали Такие хромированные, зеркальные И с карбоном Таким в черном глянцем Они очень круто смотрятся Мне понравилось Дверные карты так и останутся такими Может, еще просто чернителем их пройду Также потом еще дополнительно Сделаю химчистку алькантаре Как видите, она под ручками чуть запачкалась Потому что себе постоянно открывают, закрывают Тут с локтями трутся Все это вот пачкается Эта алькантаре, получается, уже года два Вот так ни разу я ее еще не химчистил Ну, по аквапринту вы поняли Панельку я потом тоже заменю Прибор щиток, ну, щиток приборов Какой-нибудь тоже крутой гоночный поставлю Нормальный С рулем еще решается Еще какой-нибудь нормальный Ну, опять же, спортивный руль Большого размера То есть, где-то 36 сантиметров в диаметре Этот сейчас как раз 36 Находил чуть-чуть получше Поинтереснее 37 сантиметров руль Потому что, либо брать меньше Там уже где-то начиная 150 Ой, что я вообще несу 35, 34 Ну, короче, маленькие эти спортивные рули Они ни к селу, ни к городу, если честно Да, руль чуть-чуть такой Ну, ладно Закоцанный Потому что я специально искал руль побольше То есть, чтобы он был меньше заводского И больше спортивного То есть, где-то в таких параметрах 36, 37, 38 сантиметров Потому что стандартный руль мне, грубо говоря, мешает Коленки постоянно ударяюсь Хотя я руль Ну, у меня же регулируется руль вверх-вниз Поставил в такое более Ну, прямое, чуть повыше положение Чтобы он тут красиво смотрелся Вот И ногам не мешал вылезать И был небольшой уклон То есть, вот, чтобы я ехал И все было вот аккуратно видно Стою, жду Сегу Сейчас, надеюсь, закатимся Фетиша много не бывает Разбираем мотор Сейчас посмотрим, что с ним И, возможно, завтра блок на проточку отправим Также хочу сообщить новость Жига породалась Породалась моему лучшему другу Конечно, жалко я немножко с ней расставаться Ну, в принципе, ладно Она уходит в нормальные руки Тем более будет здесь под боком Сейчас еще доезжаю Тут буквально недельку Пока машина Ну, спаржа делается Потом ее отдаю Со всеми плюхами Которые я обещал к ней Уходит она на подвески Остальное все, как бы Половину в себя оставил Половину я распродал уже То есть А распродал-то, грубо говоря, только разварки И на спаржу На 11-ю ушло очень много денег По поводу запчастей Там клапана новые Пришлось покупать Новые прокладки Всякие Масло Антифриз, понятное дело Также купил новую косу То есть Сразу под Мозги январь 7.2 Которые у меня уже были Еще куплены зимой И сразу это все дело Идет под новый мотор Но мы сразу это устанавливаем Чтобы Вот мотор, который мы сейчас Починим Мой 8-м клоп Он нормально отъездил Еще лето Пока собирается шестнарь И потом Не было проблем с проводкой С электрикой С мозгами Просто вытаскиваем мотор Ставим новый И Перепрошиваем Все То есть Все сразу ведется к тому Что Будет в дальнейшем Проще все установить Куплен вот такой Дополнительный патрубок Будем заменять Вот эту вот Какаху Которая не прожила и года Также будет устанавливаться Новый модуль Зажигание С новой фишкой Взамен Старого Новый термостат Также внутрянка Заменится Будет устанавливаться Новая коса Также заменили пыльник Потому что он износился Вот Такая небольшая серия Надеюсь вам понравилось Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на группу Вконтакте Также следите за новостями Благо они Вот как-то Допередически появляются Нежели чем видео Подписывайтесь на инстаграм Обязательно Сторис Частенько начал снимать И выкладывать Всякое интересное Ну все Всем пока Вот вкладыш повернуло Надеюсь в лучшем случае Ремонт вышел В крупненькую сумму Субтитры сделал DimaTorzok